всем привет надоело сидеть в студии надоело монтировать по 100 лет всякие разоблачения поэтому решили просто таким лайфом разбавить наш обычный контент вот потому что на самом деле у нас происходит очень много всего но она такое типа мелочевская но на полноценный ролик не тянет но все равно же интересно история которая нас мучает уже вторую неделю или третью же неделю вышел на канале у ярдрея естественно ролик про что-то там про гарантию что-то там про аналоги бмв наши подписчики и подписчики андрея вы просто занялись каким-то информационным терроризмом я снимаю видосы и монтируя и не шибко во всем этом разбираюсь но мне в личку постоянно пишут разберись вова мне пишут кирилла мне уже приказы начали слать в личку вконтакте владимир и кирилл разберитесь ситуации что-то там про бмв сняли плохое я так понял и поскольку на ютюбе есть только один канал который реально разбирается в бмв просто самый главный бмвторский канал ютюба и единственный то есть наш канал нас попросили разобраться в ситуации очень очень до канале его уже комментарий типа володька а как там твой аналог бмв как гарантия ну в общем что я могу сказать 4256 километров уже на доме 3 и скажи у тебя что-нибудь ломалась нет пока ничего не ломалось но ребята первая серия это первая серия она никогда не выпускалась на калининградском заводе автотор не то чтобы я специально и я бы купил в любом случае даже если бы нас забиралась в калининграде но первая серия всегда собиралась германии спокон веков поэтому чуваки просто вот прежде чем наезжать в комментариях просто хотя бы немножко вот чуть-чуть блин покопайтесь в интернете первая серия всегда собиралась только в германии ребята вы очень классные но просто у вас мало информации единички всегда только немками были мы едем в бмв групп россия чтобы провести некоторые переговоры возможно как-то вот для вас и для нас самих разъяснить эту сложную ситуацию потому что несмотря на то что я не смотрел ролик но вопросов куча просто вот ваших вопрос мы их собрали и собственно попробуем задать бмв попробуем узнать что они ответят вопросы в конце концов серьезные потому что это правда странно покупать автомобиль за три там два миллиона рублей и не иметь на него никакой гарантии придется быстро при вас посмотреть ролик потому что но это на реально тупо ехать в брт и не посмотреть ролик надо их подготовленным я считаю да ну просто я думал достаточно того что ты посмотрел ролик это какая-то отсебятина конкретного представителя по конкретному делу чтобы усилить свою позицию он там допустим придумал справку там есть точно такая же справочка по другому делу который проходит ну в общем я посмотрел ролик я конечно не юрист от 100 процентов я не понял ничего просто ничего для меня это каша из слов было но чё я не понял первое чё сломалась 320 дизельная рестайловая это бэшка мотор как вам удалось его положить что вы с ним сделали вы воды налили в мотор в цилиндры ну ну чё нибудь но интересно же ну какие-то логи фотки я не знаю треснутые поршни разваленный блок что можно сделать с этим мотором чтобы он встал на гарантийной машине не понимаю второй я не понял ты его же вроде починили чего не так или слишком долго он там стоял на ремонте слишком долго стоял вот да в тему слишком долго стоял мне кажется это попахивает вот знаете вот написал на автотор долго чинили это мне кажется связано но повторюсь я не автоюрист я ничего не понял но за бмв немножко обидно с одной стороны всегда топили мы мы я всегда топили за то что настоящие истинные бмв они только из германии что вот немецкая машина это немецкая машина а то что у нас но вот как бы эта история условно с аналогами да скажем так но она конечно приятная для моего уха потому что это то что мы последние 15 лет пропагандируем но с другой стороны обидно во первых почему мы 15 лет об этом говорим и всем пофигу а на другом канале об этом сказали и сразу как бы о смотрите боевые аналоги блин да мы 15 лет об этом говорим что они разные а вторая история если все-таки вернуться в реальность ну ребята найти фиг вы отличите все-таки немецкую не немецкую если просто вот в лоб к или какие-то инструментальные замеры визуальные замеры прочее зуб даю что никто не отличит калининградку от немки они одинаковые визуально это какие-то очень долгосрочные истории поэтому я все-таки хочу в защиту автотора высказаться нормальный там бмв делать все там муки и хорошо они ездят это хорошие надежные крепкие машины пойдем послушаем что об этом собственно представительство скажет да мы едем представительство бмв туда на ленинградское шоссе вот стоим в пробке погода не очень и дождь идет и поэтому люди резко перестают ехать вот это толкаемся толкаемся потихонечку вот сейчас поедем в бмв ну а пока мы едем может быть ты развлечешь наших зрителей как-нибудь а но на самом деле это наши подписчики нас развлекают ребята спасибо вам огромное за обратную связь за то что вы присылаете всякие интересные случаи и присылайте всяких негодяев которые пытаются нажиться на добропорядочных людях в общем в частности нам прислали вот такой вот один из наших подписчиков прислал вот такой вот объявленица классную машину предлагают по какой обалденной цене это пятерка в кузове е60 за 250 тысяч рублей у нее в описании написано что машина ухожена 2016 году замена порогов было месяц тому замена всех масел и фильтров два ключа могу поставить на временный учет и птс на вас машина не растаможена но на самом деле что что это мошенничество не бывает е60 на ходу за такие цены не здесь не в нидерландах откройте мобили ты и откройте любой сайт от руки бы не продаются там эти машины на ходу в им пакете такие классные за такие деньги а привезти ее в россию тем более за эти деньги невозможно это просто мошенничество более этого мы не можем даже дозвониться по этому номеру никуда там просто тупо никто не берет трубку вы можете ему только написать ну и там вам какую-нибудь лажу скорее всего напишут но этих цен не существует это самый обыкновенный мошенник поэтому я не знаю если тут кнопка пожаловаться жмите пожаловаться это просто развод на что угодно я не знаю как это работает это развод на предоплату еще на что-то если вы видите такое объявление жмите пожалуйста ну присылайте нам мы над ним поугараем вот интересная машина трешка бмв 320 дизельная 2011 года продается на автору и ссылку на автору с объявлением о продаже этой машины я положу в описании потому что мне ее скидывают уже вот очень очень давно уже много раз мне скидывали и смотрите какой не заявлен пробег смотрите какой у него пробег и смотрите какое описание в описании сказано что это ее настоящий пробег мы ее не смотрели я не знаю что с ней не так но если ее за целый год не купили полюбом какой-то мега turbo косяк я не знаю в чем он но если кто-то знаешь подписчик уже ездил смотрел эту машину пожалуйста напишите в комментарии что там с ней не так в чем прикол в чем косяк потому что ну страсти как интересно если вы не напишите придется видим ехать и и смотреть но она не выглядит на 850 километров пробега просто 850 километров пробега то что ну 850 километров это новая машина а на фотках не новая машина и так смотрите вот прислал нам подписчик это та самая шаурмечная в краснодаре горит суп офигенный прислал говорит сечете в стиле шавухи кто-то из наших подписчиков сходил в эту шаурмечную и сказал что там все клёво вот еще прикол вот прислали тоже нам porsche macan опруфт из ростова-на-дону привет ребята будет интересно гляньте опруф из ростова-на-дону со стрелянными подушками и обманками вместо подушек вот он действительно с опруфом вот сейчас покажу вам вот porsche опруфт на рамках видны продается вам в porsche porsche центр ростов не знаю сходить посмотрите синий маканчик этот за 2550 он стоит кто-то из подписчиков говорит что со стрелянными под ухами вообще машине хана при этом машина с опруфом висит porsche ростов не хорошо так делать ну и последняя новость которая хочу вам сказать то же самое тоже прислали наши подписчики мы все узнаем только от них игорь вернулся он снова в деле инстаграм это гес что-то там гмбх сейчас он называется премиум авто вольсбург в общем он вернулся я не знаю то ли он размножился то ли его снесли но у него уже не 50 тысяч подписчиков или сколько там было всего 2700 подписчиков но stories все те же самые машинки все те же самые все то же самое так что будьте аккуратны игорь вернулся еще не скажешь он еще и в фейсбуке теперь и вконтакте и вообще где только нет еще и тачки разыгрывает так что если вам нужно быстро заработать косарь вы знаете куда говорить спасибо игорю мы приехали в аналог бмв групп россия чтобы наконец раз и навсегда поставить точку вот в этом вот вопросе гарантии аналогов бмв калининградской сборки вот это вот все сейчас мы заходим значит здание на ленинградском шоссе где сидит бмв группа россия прорвемся я прорвемся на 2 а блин толкать вручную это просто дичь это очень ой здрасте Сходили в BMW Смешанные, весьма смешанные чувства После этого общения у меня остались лично Разговор у нас был без камер Поэтому то, что там происходило внутри Я не буду вам показывать Из этических соображений, ничего страшного Короче, смысл такой BMW Не выпускает никаких аналогов BMW на любом заводе Производящиеся, это настоящие Полноценные, стопроцентные BMW Это первое Второе, завод Автотор Почему его нет на карте заводов BMW Потому что это не завод BMW Это завод Автотор Это партнерский завод По партнерской программе он производит эти машины Поэтому он не принадлежит BMW группе Он принадлежит российским предпринимателям Просто они по договору собирают автомобили BMW Поэтому его нет на карте Его там и не должно быть Точнее, он есть на карте, но на другой страничке На той, которую указал в своем ответе Вася Мельников В разделе производства Есть этот завод, потому что партнерский завод Он производит BMW И самый главный вопрос с гарантией Как нам объяснили с Кирюхой С гарантией все нормально Все сложно конкретно в данной ситуации Потому что это не первый автомобиль BMW На гарантийном сроке Который, вот что-то с ним случилось Такое бывает И всегда эти автомобили чинились по гарантии И не только в России По всему миру Эта гарантия есть И она действует И если у вас в России Вы купили автомобиль BMW И он сломался у вас где-нибудь В Европе Где угодно Его там обязательно по гарантии починить Если у вас что-то случается Road Assist рулит Карточка, которую вам дают при покупке машины Там телефончик Если у вас есть Connected Drive То, соответственно, у вас телефоны зашиты уже в навигацию Если что-то случается В любом уголке мира Вы не пишете претензию в автотор Вы просто набираете Road Assist И все становится хорошо Пользуйтесь этой штуковиной Вот прям спросили много раз Можно пользоваться? Сказали, пользуйтесь, конечно Она для этого специально и сделана Говорят, там вам будет эвакуатор Если даже в соседней стране И ближайший дилер где-то будет в России Эвакуирует в Россию Если ближайший дилер будет в этой стране Значит эвакуирует в эту страну Оплатят вам гостиницу Оплатят вам билеты назад Все сделают в лучшем виде Поэтому Road Assist Пользуйтесь Все это работает И вам даже не нужно знать Слово гарантия Не нужно знать все вот эти сложные взаимосвязи Взаимоотношения Потому что у меня просто взорвался мозг Мне попытались объяснить, как там устроено Я понял, что это темный лес Но главное, что нужно знать Есть Road Assist Нажали кнопочку в своем Connected Drive Вам стало хорошо Вас спасли Накормили Одели Согрели Спать уложили Конкретно этот случай просто реально очень запутанный И кажется там все не совсем так просто, как говорят На чем мы сошлись? То, что мы сейчас вам проговорили Все вот именно так BMW настоящая, гарантия есть И в данный момент мы вместе с главным офисом BMW думаем Вот просто как это преподнести Как это изобразить на видео Как показать вам Во-первых, BMW не ломаются Они гипернадежные Второе, как доказать, что гарантия работает Третье, как доказать, что во всем мире Вот это вот все устроено через задницу Потому что Сколько я возил машины из Германии Там тоже все было непросто До 11 года их спокойно чинили в России После этого прекратили чинить в России В общем, показать вам все эти взаимосвязи И разгрести этот запутанный узел Мы обязательно все это докажем в процессе Просто пока что пытаемся понять Как это показать на видео Потому что слова это хорошо И даже если просто событийно это можно доказать То вот на видео как это показать зрителям Это довольно сложно Поэтому это займет какое-то время Но мы обязательно этим займемся Поэтому все, кто просил нас разобраться с ситуацией Будем разбираться Мы сейчас как раз этим занимаемся Мы разбираемся И придумываем, как это наглядно продемонстрировать в видеороликах Да, и самое главное, помните Все с BMW нормально, все с гарантией Клялись гарантировать, что все работает Что все супер Поэтому, если какой-то косяк по гарантии И BRT вам не отвечает Напишите нам Мы сделаем так, чтобы ответили А сейчас мы едем встречаться с подписчиком Написал нам человек Говорит, что вот Очень хочу вам показать свою машину Audi У нее родной пробег Говорит, все ваши методы работают Очень хочу вам показать свою машину Говорит, вам будет интересно на нее посмотреть Вот едем смотреть на некую Audi с родным пробегом Но я надеюсь, что это не перекупа заманивает нас в ловушку Довольно странная история К нам сейчас заехал подписчик Он продает свою машину Машина у него, с его слов, абсолютно честная Пробег у нее 100 тысяч километров И он подозревает, что покупают у нее сейчас какие-то лютые перекупы Потому что продает машину довольно недалеко И, внимание, она не засвечена на автору Поэтому, собственно, он привез ее нам Чтобы мы, во-первых, посмотрели, как выглядит родной пробег А, во-вторых, ну, вдруг она скоро появится на автору И не с тем пробегом, что на щитке Поэтому, вот смотрите, вот у нас V-номер Вот, и можно просто подснять состояние салона Сразу отмечу, салон чистый Но никакого детейлинга, никакой полировки То есть там все достаточно жирненькое Просто посмотрите, как выглядит 100 тысяч Кстати, вот сразу 100 тысяч Посмотрите на оптику и особенно на решетку Здесь оптика родная Здесь есть даты И решетка, смотрите, количество пескоструя Очень мало точек 100 тысяч километров Никакой пленки, ничего Московская машина То есть, посмотрите, фары Очень-очень не сильно от пескоструйные Это еще грязненько То есть, посмотрите, вот никаких точек, никаких сколов Чистая оптика, 100 тысяч километров Ну, конечно, не как в Германии Но абсолютно нормальная оптика Вот, можете посмотреть, оптика родная, 16-й год Там еще нам очень говорили, что все влаги с усранной турбиной Банда, родная краска Посмотрите Вот, пожалуйста, улитка Вот патрубок Вот клапан Все сухое, все чистое Никаких мокрых следов Просто пыль S-Line Абсолютно донный То есть, видите, здесь нет ни виртуального кокпита Здесь нет нормального климата Но, собственно, мы сюда не за опциями Посмотрите просто на состояние руля Руль, повторюсь, жирный Посмотрите внимательно Состояние кожи нормальное Здесь нету потертостей никаких То есть, сама кожа руля, она нормальная Посмотрите, вот по ниткам По ниткам видно, насколько просто руль грязный И что он просто жирный На самом деле, это вот День детейлинга Машина реально будет новая Сюда можно пробег хоть 30 тысяч ставить И то, что здесь, кстати, не виртуальный кокпит А обычная приборка Очень даже способствует тому Чтобы пробег на этой машине изменился Посмотрите боковину Посмотрите пожеванности на коже Вот это вот Вот это все просто размягчается Самым обычным кондиционером для кожи И эта боковина становится тупо новой Но, конечно, ключевая история всегда про пробег Хотите знать, какой пробег у машины Загляните под днище Снизу 100 тысяч километров, 16-й год Снизу машина вообще белая Там просто пыль С макерхером И она как будто только что с конвейером Посмотрите сами И помнится, нас там подкалывали подборщики За то, что мы определяем пробег По количеству сколов на парктронике Ну, вы знаете, довольно неплохой метод Вот смотрите, 100 тысяч километров И на парктронике ни одного скола В общем, мы посмотрели Audi И теперь самый главный вопрос Зачем мы ее посмотрели? Посмотрели мы ее вот зачем Потому что нашему подписчику Он ее сейчас продает Ее уже осмотрели какие-то люди И ему кажется, что эти люди Уж очень похожи на каких-то перекупов И он, соответственно, переживает, что Достаточно большой пробег для машины 16-го года Может в ближайшем времени всплыть где-то еще И стать гораздо меньше Вот, говорит, прикол в том, что он просто Не завешивал машину на автору Вот, очень подозрительные ребята ее покупают И есть все предпосылочки к тому, что Что у нас появится новый ролик интересный Ну, а сейчас, куда мы сейчас едем? Расскажи Ну, а сейчас у нас очень важное Знаменательное событие И мы сами, ну, до последнего ничего не знали Нас вот позвали, говорят, что Вот, приготовили нам друзья Вот, самые, самые близкие наши люди Они приготовили для нас Некоторый сюрприз Хотят нас поздравить с тем, что Мы теперь попали вот в высшую лигу Ютуба Что у нас теперь огромный канал У нас семья из 100 тысяч человек И сейчас мы едем Нас вот заманивают опять Опять, опять кажется, что какие-то перекупщики Нас заманивают в свою ловушку Но нет, на самом деле Слушай, ты уверен, да, что телефон, пацанел Может, это не перекупщик? Ну, я посмотрел адрес, и это мой дом Вот, там они точно нас ждать не могут Вот, поэтому мы едем туда Вот, нас ждет какой-то некоторый сюрприз Честно говоря Очень волнуюсь Потому что Ну, я... Сюрприз? Мне казалось, что для нас только очень важно Но, на самом деле, для всех наших родных, близких Это очень важное событие И все хотят это как-то вот отметить И как-то нас, видимо, решили порадовать В любом случае, спасибо всем тем, кто вот за нас порадовался В связи с тем, что у нас, наконец, шестизначное число Что мы теперь настоящие блогеры Спасибо всем Просто спасибо всем, кто искренне рад И спасибо всем, кому просто нравятся наши ролики Кто смотрит это Хочу сюрприз Ладно, давай, вырубай это Поехали, уже не терпится Я очень надеялся отметить это событие с серебряной кнопкой Потому что, ребята, в комментариях вы нам обещали еще вот 50 тысяч подписчиков назад Но, оказывается, серебряная кнопка – это мега проблема Ее, оказывается, нужно заказывать И обычно она приходит, когда подписчиков уже становится 1200 Поэтому, благодаря совершенно гениальным людям Благодаря которым вообще появился этот канал У нас есть вот такая серебряная кнопка Мне кажется, она реально гораздо лучше Потому что, во-первых, она здесь прямо сейчас А, во-вторых, ее можно съесть И есть подозрение огромное, что она реально должна быть вкусной Вот, поэтому спасибо нашему серому кардиналу Нашему создателю Был человек, благодаря которому реально родилось Но вы его никогда не увидите, никогда не узнаете Поэтому, главное спасибо, благодаря которому родился канал Авторевизора Вот чему я хочу сказать спасибо Никому, а чему Это твоей странной тяге к знакомству с пожилыми людьми в интернете Да, я познакомился с мужиком в интернете Я считаю, что это нормально И вот к чему это привело Спасибо огромное всем, 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 всем Бесконечно можем перечислять, кому спасибо Потому что на самом деле у вас 100 тысяч человек И нужно сказать 100 тысяч раз спасибо Но вот есть все-таки пара людей, которые я хочу отметить Это, конечно, Паша Карин Паша Карин, все благодаря тебе Огромнейшее спасибо хочу сказать Стасу Асафьеву Стас, спасибо тебе за те советы За то, что вообще поговорил с нами Когда у нас было еще, не знаю, тысяча подписчиков Дал дельные советы Сказал, что будет нелегко, но все реально Спасибо Максу Шелкову Макс, ну, 10 тысяч подписчиков из этого тортика точно твои Я не знаю, на самом деле все самые любимые Все самые дорогие люди Они находятся вот прям позади этой камеры Так что всем вам огромное спасибо Скажи что-то Да, реально огромное спасибо всем тем И это важная, важная такая веха в развитии любого канала Но на самом деле это только вдохновляет нас фигачить еще дальше Радовать вас всякой годнотой И радовать всех тех, кто вложился в нас силами, временем Вот всем, 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 кто нам помогал Добрым советом, добрым словом Всем хорошим комментариям, всем спасибо Мы будем просто рвать и метать Мы активно вкладываемся в оборудование Мы вложились в съемочную технику, в диагностическую технику Поэтому перекупы трепещите Пошли на курсы самообороны В конце-то концов, да Поэтому вам всем, вам всем кранты, ребята Каждый подпольный автосалон, который есть Да, ты за... Ну на самом деле 100 тысяч подписчиков Нас уже не заткнуть Да А поскольку это реальные подписчики, то это прям сила Спасибо всем, кто узнает нас вообще просто на других концах земли Спасибо всем, кто... Кстати, огромное спасибо еще вот отдельное спасибо Олдфагам Олдфаги, то что вот ребята, которые еще на драйве там подписались Фиг знает когда, когда еще вообще даже никого авторевизора не было Но они еще помнят, что мы были И они все еще подписаны Ты-то небось не из Олдфагов Их не помню даже я Да, я тогда, наверное, еще не родился Когда мы подписались Вообще, да, спасибо, бесконечное 100 тысяч раз спасибо Вот, мы вас любим И этот тортик мы будем есть и думать Думать обо всех вас Ну что, приступим? Я ждал этого с 2000... С 2017 года С 2015 Ну неплохо вам Да Мне жалко Мне тоже жалко Олдфагам 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 Субтитры подогнал «Симон»